Ну что, дорогие друзья, вот все и открылось. Два года без малого идет война. Никто, в том числе и ее организатор, архитектор Путин, так и не смог растолковать, зачем вот этот самый Путин убил полмиллиона народу, зачем разрушил мировую систему безопасности, зачем фактически вверг мир вот в эту галерею самых различных военных конфликтов. Ну и вот, наконец, нашелся человек, который всем все объяснил. Толково, ясно и абсолютно понятно. Это был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который, понятно, рассказал, зачем, за что воюют российские военные, которые убивают в Украине людей и сами умирают. Выяснилось, оказывается, все просто, поскольку они, оказывается, видели в украинских школах туалеты для гендерно-нейтральных лиц. Ну, собственно говоря, чего там я буду пересказывать, когда сам Беглов, сейчас я найду шпаргалку, что он по этому поводу сказал. Смотрите, этим ребятам, которые видели в школах туалета, где вместо двух помещений для девочек и для мальчиков, три помещения для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных. Не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем. То есть, понятно, что, собственно говоря, причина войны-то понятно. Ну, если в украинских школах три туалета, а не два, ну, а какие еще нужны поводы для того, чтобы начать войну? Вот этот туалетный плюрализм, естественно, он непереносим для русского глаза, русского уха и русского носа. Ну, как это так? Три туалета. Это что теперь? Ну, все это, мир рушится, значит, надо воевать, надо убивать. За это можно умирать, конечно. Это понятное дело. На самом деле, это не первый, Беглов не первый человек, который при виде вот этого гендерно-нейтрального, при виде вот этого туалетного плюрализма впадает в неистовство. До него это был Лавров, который сказал, что он столкнулся с таким туалетом в Швеции, с гендерно-нейтральным. И это не по-людски, он выразил свое возмущение. Ну, что это такое? Ну, должно быть, мы и Жо, а это что такое? Вот, то есть, это совсем не то, что человек может перенести. Все, что угодно можно перенести. Но вот это, это перебор, это все. Вообще, туалетная тема, надо сказать, она крайне актуальна для российского начальства, как, впрочем, и для глубинного российского народа. Мы с вами помним, что Путин вошел в сердца глубинного народа именно своим заявлением, заявлением о том, что он будет мочить в сортире. Ну, вот, если бы в другом месте, в кухне, на кухне, например, или в спальне, но явно Путин не стал бы президентом с таким обещанием. А вот в сортире мочить, это как раз то, что, то, что лежит на сердце клубинного народа, потому что, да, действительно, это близко, это понятно. И, в общем, именно поэтому Путин стал президентом. Надо сказать, что более 22, почему тема, сортирная тема так близка, и почему она вызвала такое чудовищное неприятие у губернатора Беглова, ну, а до этого у министра иностранных дел Лаврова. Потому что на сегодняшний момент более 22% домохозяйства, или примерно более пятой части населения России, до сих пор не имеют доступа к центральной канализации. Но около 17% россиян пользуются выгребными ямами. Более 10% ходят в туалет на улице. То есть они просто не знают, что такое отдельные туалеты и отдельные унитазы. Ну, кстати говоря, вот россияне прославились и очень удивили украинцев. И окончательно стало понятно, почему Россия не Украина, и почему русские украинцы не один народ. Это после того, как выяснились особенности русского мародерства, ну, скажем так, российского. Потому что там были не только русские, но и буряты, и чеченцы, и так далее. Когда россияне стали среди предметов туалета, среди основных предметов туалета, выяснилось, что россияне в массовом порядке крадут у украинцев унитазы. И вот унитаз, который оказывается, значит, на танке, это вот такая вот удивительная особенность российского менталитета. Вот видите, такой беленький унитаз, который в качестве трофея, значит, люди пришли в дома украинские, обнаружили неизвестный доселе предмет, выломали его и решили отправить к себе на родину. То есть вот такая вот удивительная история. Значит, так что я думаю, что Беглов, в общем, войдет, так сказать, в историю этой войны таким наиболее очевидным объяснением причин войны. Причина понятна. Вот такой вот туалетный плюрализм. Перейдем к следующей теме. Бывший кандидат в президенты Дунцова, после того, как ее подписи заблокировали, вернее, так сказать, ее инициативную группу не зарегистрировали, что было очевидно, поскольку было с самого начала понятно, что она не от администрации президента, а чужие на этом мероприятии не ходят. Она выступила с инициативой создания собственной партии. И, в общем, насколько я понимаю, эта партия была создана. Ну, понятно, что никаких шансов ее зарегистрировать у Дунцовой не будет, но ей просто дали понять, это произошло вот только что, что вчера вечером, в воскресенье вечером, она была задержана, значит, как раз сразу после того, как она ехала с собрания уркомитета новой партии «Рассвет». Ее задержали, стали досматривать на предмет распространения наркотиков, ее доставили в наркологический диспансер для проверки на наличие наркотических веществ. Вот мне просто интересно, вот все-таки вот она кандидат в президенты, Путин вроде тоже пытается стать кандидатом в президенты. Вот интересно, можно ли себе представить, что Путина, например, задержат и отправят в наркодиспансер на предмет наличия наркотических веществ в крови. Такая вот странная идея, которая у меня возникла, ну, просто для того, чтобы понять еще раз, обратить внимание на то, в какой стране мы живем. Вот Донцова, она вызывает подозрения, а Путин нет. Ну, как можно заподозрить Путина, что он там чем-то, так сказать, не тем колется. Вот, так что вот, ну, сейчас пока ее отпустили, но мне представляется, что вот ее задержание сразу после того, как она, значит, собрала уркомитет новой партии, мне кажется, это вот такая, знаете, как совпадение, не думаю, как говорит один неуважаемый персонаж. Просто человеку дают понять. Чужие здесь не ходят. В политике, такие как она, люди, которые не прошли кастинг в администрации президента, они не нужны. То есть, это такой толстый намек. Печальная новость, очень печальная новость. Вчера поступило известие о смерти Льва Рубинштейна. Он умер в возрасте 76 лет, но в данном случае цифры не имеют никакого значения, потому что он не умер своей смертью, он был убит фактически, потому что его неделю назад сбил автомобиль, он был доставлен с Клифосовского с множественными травмами, погружен в медикаментозный сон, спасти его не удалось. Почему я говорю, что это человек в возрасте, но тем не менее, вот все, что мы знаем о нем, на самом деле, он своим субтильным местом занимал, субтильным телом занимал очень мало места, но с его уходом образовалась гигантская дыра, которая никогда не будет заполнена. это человек, вот знаете, первое слово, которое приходит в голову в связи с уходом Льва Рубинштейна, это безупречность. Вот это был человек безупречной точности слова, безупречной точности позиции по всем вопросам, по культурным, по эстетическим, по литературным, по политическим. Вот я не могу назвать ни одного момента в что называется в оценочных суждениях по поводу политики, где он допускал хоть малейшую какую-то фальшь, потому что у него вообще было полное отсутствие фальши и я бы сказал полное отсутствие пафоса. Его тексты, это были настолько его тексты, невозможно совершенно представить себе человека, который бы где-то находился рядом с ним вот в этом литературном, публицистическом, поэтическом поле. И последнее, что я хочу сказать в связи с этим трагическим уходом, это то, что вот в интервью, недавно, в одном из интервью, которые он давал за последнее время, он сказал, что у него такое ощущение, что он сделал все главное, что он должен был сделать в жизни, ему осталось только получать удовольствие от мелочей. Дело в том, что ему было очень мало, ну, я не могу сказать, что мы были там близкими друзьями, но мы общались довольно много, потому что писали, сотрудничали с одними и теми же СМИ, поэтому общались, общались часто и много. И надо сказать, что этому человеку было очень мало нужно для счастья. Он очень как-то снисходительно относился к деньгам, очень нуждался в небольшом количестве жизненных благ, но умел получать удовольствие от мелочей. Вот эта удивительная способность получать удовольствие от мелочей. Но и вот судьба ему не позволила и дальше получать удовольствие, посчитав, видимо, что главное, что он мог сделать, он сделал в своей жизни. это гигантская несправедливость. Вот, теперь тяжело переключаться на следующую тему, тем более, что тема, в общем, такая себе. Дело в том, что у меня не осталось, так бывает, что не оставляют какие-то реплики, после вот позавчера я отвечал на вопросы подписчиков прежде всего Patreon, и некоторые недосказанности, ну, может быть, это можно отнести к так называемому лестничному остроумию, когда или там попыткам доспорить. Некоторые вещи, так сказать, остаются в памяти и хочется договорить. И вот, в частности, один из подписчиков Patreon, его зовут Виктор, он упрекал меня за то, что я как-то очень пристрастен к некоторым авторам, в частности, к Коху. Я процитирую его реплику, и политический анализ ситуации Кохом, не принявшим на себя ограничений по поводу Зеленского и компании, в большинстве случаев выглядит более гармонично и, соответственно, убедительно. Ну, смотрите, вот, просто вот сегодняшний Кох, давайте, давайте я процитирую, и давайте посмотрим, как его слова выглядят, выглядят на экране. Цитата. Я вам предлагал вариант отдать землю за деньги, вы решительно от него отказались. Что ж, может, вы и правы, но раз так, то тогда будьте готовы за эту землю умереть. Третьего не дано. Сколько вас еще погибнет в этой войне, никому не ведомо, но уже ясно, что много, но это был ваш выбор, утверждает Кох. И государство его услышало, и открыло свою огнедышащую пасть. Сейчас вам понадобится все ваше мужество, чтобы выдержать это испытание. Это зрелище не для слабонервных, поэтому забудьте все эти мои сопли с Евангелием и прочими глупостями. Вы хотели тотальной войны? Вы ее получили. Так что всех сейчас загребут. Конец цитаты. Вот я просто хочу еще раз вы говорите, что анализ Коха выглядит более гармонично и убедительно. Ну что ж, давайте еще раз посмотрим, что это за анализ. Человек говорит, что так, сейчас я еще раз поставлю. Так, вот эта картинка пусть повисит. Вот давайте так, я вам предлагал вариант отдать землю за деньги. Вы решительно от него отказались. Ну, я уж не буду говорить о том, что вот Кох, он что, уполномочен был кем-то конкретно предлагать отдать землю за деньги, что всерьез кто-то думает, что если бы Путину предложили заплатить значит за оккупированные деньги, оккупированные территории, он бы что, согласился? Это серьезно? Это анализ? Это что? Значит дальше, это был ваш выбор, простите, это был выбор украинцев, это был выбор Украины, это был выбор руководства Украины, это был выбор Зеленского или Залужного, или кого-либо еще из украинцев, выбор подвергнуться нападению, кто конкретно мог в Украине как-то помешать Путину напасть на Украину, кто мог помешать Путину совершить вторжение? Кто конкретно? Чей это выбор был? У меня было ощущение, что это был выбор Путина, а никак не украинцев. Ну и последнее, вы хотели тотальной войны, вы ее получили. Это кто хотел в Украине тотальной войны? Понимаете, вот это то, что выдвигается в качестве анализа, ну слушайте, вот если это анализ, то я приму балерину, наверное. Поэтому, понимаете, я считаю, что я буду продолжать критиковать и Коха, и Латынину, и других авторов российских, потому что ограничиваться только медиафренией, когда мы критикуем только и показываем глупость и подлость только путинских пропагандистов и полностью оставляем, так сказать, без анализа, что называется, тех людей, которые формально выступают, хотя вот я уже не знаю, можно ли считать Коха, например, так сказать, формальным союзником нашим, можно ли его считать человеком, который выступает за Украину, не знаю, вот уже не уверен. Вот, поэтому я буду продолжать анализировать в том числе тех людей, которые вроде бы как за Украину, потому что иногда вот при таких друзьях в общем-то и врагов не нужно. Дорогие друзья, я на этом, прежде чем перейти к ответам на вопросы, вопросов много, я хочу предупредить, что сегодня, как обычно, по понедельникам в 20.00 у нас важный разговор с украинским военным экспертом Сергеем Маратовичем Грабским. Я специально не, хотя очень много военных тем, но я специально эти военные темы не затрагиваю, потому что лучше их обсуждать с профессионалом. Так, а вот теперь, теперь перехожу к ответам на ваши вопросы. Элеонора, если найдете возможным, не могли бы вы, пожалуйста, дать свою оценку деятельности Матвея Гонопольского и Дмитрия Чернышевского, псевдоним Саврамат. Уважаемый Элеонор, понимаете, я, конечно, ну, я могу дать только очень поверхностную оценку, потому что, что касается Матвея Гонопольского, мы, естественно, с ним знакомы лично, и я неоднократно бывал у него в эфирах, вот, и, так сказать, видел какие-то его эфиры, он еще в период, когда он работал на Эхо Москвы, значит, в целом я считаю, что он, я могу двумя словами, профессиональный журналист, все, больше, глубже, я не анализировал, это достаточно высокопрофессиональный журналист, все, все, что я могу сказать о Матвее Гонопольском, что касается Саврамата, Дмитрия Чернышевского, то, это историк, историк, который сейчас ведет свои программы, в целом, в целом, в общем, то, что я слышал, неплохо, опять-таки, я не могу глубоко анализировать, потому что я немного слышал, и времени нет все смотреть, но у меня сложилось такое впечатление, что ну, какие-то вещи он, как бы это сказать, так, чтобы не лишнего не наговорить, ну, несколько односторонне, несколько поверхностно, потому что я услышал у него какие-то отдельные вещи насчет того, что для того, чтобы изменить, так сказать, Россия встала на путь добра, истины и справедливости, надо всем вообразить правильное будущее. Вы знаете, это совет в духе такой вот мудрой совы, как мышам избавиться от опасности. Станьте ежиками, ну, вообразите все, и все будет хорошо, причем несколько не к месту, как мне кажется, подчеркиваю, как мне кажется, не к месту человек начинает приводить здесь и рекомендовать здесь замечательную действительно книжку британского политолога, социолога Бенедикта Андерсона «Воображенные сообщества». Ну, в общем, это не совсем про то книжка, она про нации, про образование наций, вот, ну, бог с ним, в общем, ну, историк хороший, поэтому, что называется, Гонопольский, окей, да, профессиональный журналист, Чернышевский, имеется в виду Саврамат, как правило, то, что он говорит, умно, точно, ну, вот, какие-то вещи, они меня несколько смутили, я поделился этими сомнениями. Так, вопрос от Татьяны. «Как вы относитесь к сербскому прошлому Марка Фегина? У некоторых журналистов Пархоменко, например, оно вызывает брезгливость и нежелание приглашать в свой эфир?» Ну, прямо скажем, для меня, уважаемая Татьяна, Пархоменко не является, так сказать, что называется, камертоном. Вот, я только что говорил о ушедшем от нас Льве Рубинштейне, вот Рубинштейн для меня камертон, а Пархоменко нет. Пархоменко с его преданностью Венедиктову, с его тусовочностью, он, для меня, далеко-далеко не камертон. Что касается Фейгина, он, в том числе у меня в эфире, у нас, на нашем с вами канале, объяснял это свое прошлое, он объяснял, что к нему нет никаких претензий у европейского, у европейских политиков, у европейского правосудия, преступления он там не совершал, а что касается его сербского прошлого, то, вы знаете, я бы так сказал, Марк, безусловно, Марк Захарович, безусловно, авантюрист, безусловно, и я не думаю, понимаете, с одной стороны, для, ну вот, может быть, для какого-то большого там политика на уровне, на каком-то высоком уровне, это может быть и не здорово, но, вот, та ниша, которую он занимает, она совершенно нормально увязывается вот с этим, с этой особенностью его характера, я думаю, что с молоду он был значительно большим авантюристом, а сейчас он, ну, наверное, немножко поутих, вот этот вот молодежный, он был совсем тогда молодым человеком, юным, когда он пошел, значит, воевать в Сербию, и, в общем, этот авантюризм, он очень характерен для такого рода людей, и вот сейчас я бы сказал так, что, вот, а кто, кто такие люди, которые сейчас идут добровольцами в украинскую армию, готовы жертвовать своими жизнями, вот, на нашем с вами канале было несколько таких человек, они все в той или иной степени авантюристы, понимаете, то есть, я бы сказал, я не видел там среди них каких-то вот таких вот, знаете, уж очень гармонично рассудочных людей, нет, люди, которые готовы жертвовать своей жизнью, я совершенно не собираюсь быть адвокатом Марка Фегина, по очень многим вопросам мы с ним расходимся, но я еще раз подчеркиваю, если, так сказать, я буду продолжать приглашать Марка Захаревича на наш канал, и не считаю, что его сербское прошлое является для этого препятствием. Так, вопрос от Влада. Так, значит, речь идет о лекции Павлова о русском уме, среди особенностей русского интеллигентского, именно интеллигентского ума, он назвал рассеянность, неспособность концентрироваться на конкретной проблеме, натиск и налет вместо вдумчивости, любовь к словам, а не фактам, крайняя нетерпимость к другому мнению, не стремление к истине в виде отсутствия интереса, тщательной проверки любой теории. Павлов сделает противопоставление с европейским умом, но сейчас выглядит так, что все им перечисленное уже давно вышло за пределы России и распространилось по всему миру. Это русские заразили европейцев американцев или те сами по себе деградировали? И как по-вашему имеются ли сейчас какие-то характерные особенности русского интеллигентского ума, пока мало встречающиеся на Западе? Может со временем западные интеллектуалы деградируют и до них? Вы знаете, во-первых, давайте вернемся мысленным взглядом в тот контекст, исторический контекст, когда Павлов читал вот эти свои лекции. Это 18-й год, гражданская война. Значит, Павлов, с кем Павлов общался в это время? Да, он общался безусловно в том числе со своими студентами, но уже тогда и на кафедрах было полно вот этой вот революционной заразы. Безусловно, у Павлова было, так сказать, был какой-то знаете, вот что-то наподобие такой защиты, как у булгаковского профессора Преображенского, потому что он действительно был выдающимся физиологом, он к тому времени уже был нобелевским лауреатом, и, в общем-то, ну, тот же самый Ленин прекрасно понимал, с кем он имеет дело, что это, в общем-то, такой бриллиант российской науки, и, кстати говоря, Павлов отказался эмигрировать, Павлов отказался, несмотря на то, что ему там в Швеции предлагали райские условия, и, кстати говоря, вот все, что он говорил, действительно, он говорил о русском уме, очень негативные вещи, он говорил, там, ну, я не буду большие цитаты, потому что они, к сожалению, Павлов не писал такими, ну, что называется, он не писал для Твиттера, он писал длинно, поэтому сложно цитировать, «Русский человек имеет такую слабую мозговую систему, что он не способен воспринимать действительность как таковую», цитата, «для него существуют только слова, его словные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами». Это слова Павлова, и при этом он себя постоянно называет русским человеком, то есть, знаете, как это вот парадокс бородобрее, а себя он включает в понятие русский человек? Включает. Считает ли он, что, так сказать, к нему тоже это все относится? Наверное, нет. Понимаете, то есть, тут масса вопросов. Значит, в основном, я думаю, что вот эта позиция Павлова, она все-таки была связана, да, безусловно, все, что он говорит, это характерно для русской интеллигенции, причем, когда он там заикнулся по поводу так называемого простого народа, крестьянства, то он сказал, что вообще обсуждать нечего, потому что это, в общем, ну, я сейчас не цитирую точно, но это просто мычание. Вот, то есть, там просто что-то ужасное. Значит, я думаю, что вы говорите, что все, что говорил Павлов тогда относительно русского ума, сейчас вышло за пределы России. Вы знаете, в какой-то степени что произошло со времен, все-таки это 1918 год, во-первых, образованное сословие, которое тогда представляло собой меньшинство населения. Сейчас высшее образование имеют миллионы и миллионы россиян, поэтому можно считать, что вот эти вот характеристики, они широко распространились. Второе. Вы знаете, здесь есть одна проблема, которая, мне кажется, является причиной вот этого различия, и которая не позволяет европейскому американскому стать таким же, как русский. Я, кстати говоря, в ответе на вопросы позавчерашние, я фиксировал на этом, когда мне задавали вопрос, как сделать так, чтобы не учить, что думать, а учить, как думать. И я тогда спросил, а не лучше ли задать вопрос, зачем думать. Ведь Павлов не задается вопросом, вот в этом, мне кажется, проблема, он не задается вопросом, а почему русский ум обладает вот такими особенностями. Не смея, безусловно, пытаться ставить себя вровень с Нобелевским лауреатом, с великим физиологом, но тем не менее, я предложу социологический ответ на этот вопрос. дело в том, что причина, одна из причин того, почему русский ум обладает вот такими особенностями, заключается в том, что в России и тогда, и сегодня, тем более сегодня, не было причин думать так, как думают в Европе и в Америке. За исключением, сразу могу сказать, за исключением людей, которые искренне преданы науке. Вот ученые, да, у них, так сказать, есть особенно естественные науки, они требуют определенного вот именно умения концентрироваться на конкретной проблеме, вдумчивость, требуют внимания к фактам, а не к словам, не только к словам, по крайней мере, и так далее. И стремление к истине здесь все присутствует. А вот для широкой общественности, в том числе интеллигентской, вопрос зачем думать для россиян стоит актуально. Почему? Потому что зачем думать европейцу и американцу более-менее понятно. Потому что там есть тот самый политический прорализм. Вот сейчас настоящий момент при всем, при том, как угодно можно оценивать американские выборы, но там люди всматриваются, вслушиваются в программы в том, что предлагают политики, потому что они предлагают разное и люди пытаются понять, а при ком будет жизнь лучше, при этом или при этом. Вот только что прошли выборы в Тайване и простите, но там тоже был выбор между вот этой партией демократической и гуминданом прежде всего и в общем тайваньцы выбирали именно будущее свое и они всматривались в программу, они учились анализировать, не учились, а вернее использовали аналитические способности, они думали. То же самое касается экономики. Если есть плюрализм, если есть возможность каким-то образом сохранить свои деньги поместив их в какие-то акции и так далее. То есть, короче говоря, политический рынок, политический плюрализм предполагает необходимость, заставляет хотя бы какую-то часть населения думать над политикой. Экономический плюрализм заставляет хотя бы какую-то часть населения думать над экономикой. Не всю, но какую-то. в ситуации российской, когда, в общем, о чем думать-то? Какая проблема? Что вы выбираете в политике? Ничего. И поэтому остается только мечтать. То есть, отсутствие возможности выбора оставляет возможность для мечтания, для рассеянности, для любви к словам, а не к фактам и так далее. То есть, вот все вот эти вот, мне кажется, проблемы, которые остались. Но к этому прибавилось еще и другое. Что еще добавилось? Во времена Павлова, ну, по крайней мере, в тот момент, когда он писал вот этот текст о русском уме, 18-й год, не было той чудовищной пропаганды, которая сейчас превращает в руины мозги миллионов россиян. Ну, не было этого ничего. 18-й год. Это еще, так сказать, гражданская война. Это еще только-только начинали создавать вот эту вот машину. Только-только прошел в ноябре 1918-го года состоялся первый съезд российских журналистов, целью которого было на руинах уничтоженной буржуазной печати создать пролетарскую печать и создать эту машину пропаганду. Только-только это все начиналось, ничего еще не было. Поэтому вот это зомбирование оно еще не поразило русский ум. А сейчас на вот исконные особенности этого русского ума наложилась еще и чудовищная машина медиафрении, даже не пропаганды, а медиафрении, полного медийного безумия. И отсюда рождается конспирология. Это то, чего в той степени, в какой сейчас не было тогда. И, кстати говоря, это есть сейчас и на Западе тоже. Поэтому ситуация изменилась, и я думаю, что если бы Павлов был жив, он бы, конечно, написал какой-то другой текст о русском уме. Но во всяком случае, мне кажется, что его физиологический анализ, нейрофизиологический анализ можно было бы дополнить и социологическим. Это тоже существенно. Вот то, что я думаю по поводу вот этого текста Павлова. Рома Роман. Расскажите, пожалуйста, еще раз поподробнее про эпитет полезный, к слову идиот. Может быть, еще раз пару примеров. Возникает замешательство, для кого они полезны, или, может быть, возможно, как-то заменить это словосочетание полезный идиот, чтобы содержание осталось, а форма изменилась. Вы знаете, невозможно еще заменить в термине. Дело в том, что это словосочетание полезный идиот это ну на политическом жаргоне определенный такой ярлык. Понимаете, ну невозможно заменить это термин, который менять невозможно, иначе никто ничего не поймет. Он устоявшийся. Там приписывают его Ленину, хотя Ленин вроде бы никогда этого не писал и не говорил. Может быть, там Рыков кто-то сказал, но в любом случае сейчас это уже устоявшийся термин, который обозначает значит людей на Западе прежде всего, которые по наивности или по глупости или еще по каким-то причинам по невнимательности поддерживают поддерживали Советский Союз. Вот. Поддерживали тех, кто готов был их уничтожить. То есть вот эти вот полезные идиоты на Западе они готовы и веревку дать Советскому Союзу для того, чтобы их повесить. Ну вот примерно так родился этот термин. Примерно таким же образом полезные идиоты на Западе, буржуазные полезные идиоты помогали Гитлеру. Ну вот этот термин означает вот эту историю. Понимаете? Поэтому менять здесь ничего, к сожалению, ну не к сожалению, а просто нельзя, потому что это устоявшийся такой ярлык в политическом жаргоне. Добавил субтитры DimaTorzok